Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в педиатрическом отделении Одинцовской центральной районной больницы, которая открылась буквально два месяца назад после масштабных ремонтных работ. Здравствуйте, Анастасия Юрьевна. Конечно, хотелось бы поговорить с вами сегодня о том, какие новшества появились в вашем отделении, ну и узнать, как же вам живется в обновленных стенах. В мае 2018 года мы открылись после большого капитального ремонта. У нас появился введен в эксплуатацию аппарат МРТ, это наша гордость. Мы можем оказывать помощь всем деткам любого возраста, проводить диагностические мероприятия. Если назначают профильные специалисты, то мы проводим МРТ. Если нужно, делаем наркоз на МРТ, потому что процедура длительная. У нас оказывается круглосуточная помощь детям от 0 до 18 лет. Анастасия Юрьевна, по каким основным профилям осуществляет помощь пациентам в вашей больнице? Наше отделение оказывает помощь по различным профилям, таким как заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательной системы, различная патология пищеварительной системы у детей различных возрастов, патология нервной системы, патология крови и кровотворных органов, патология соединительной ткани. Также новорожденные детки, которые поступают иногда из роддома к нам, тоже лечим. Если к вам поступает маленький пациент, оказать помощь, первый вы, естественно, можете, но дальнейшее лечение должно проходить в специализированной клинике. Как дальше осуществляется маршрутизация таких детей? Мы проводим минимальные диагностические мероприятия, которые можем провести в рамках нашего отделения. Связываемся с профильными специалистами областными, это, как правило, институт манеки, и дальше переводим в профильное отделение деток. А потом вы отслеживаете их судьбу или все-таки цветовый полный теперь? Конечно, мы держим связь со всеми специалистами, они к нам приезжают, мы к ним ездим, мы деток к ним отправим. Эти детки возвращаются к нам потом, там им оказывается помощь, например, устанавливается диагноз профильный, и потом они лечатся уже с рекомендациями у нас. Анастасия Юрьевна, каких деток вы принимаете? Вот территория охвата какая? Кто к вам приезжает? Дети со всего Одинцовского района, соседних районов, Истра, Красногорск, отдельные такие населенные пункты, как Краснознаменск, Власиха, с любого района. Мы не можем отказать и не отказываем никому. Ну это огромная территория. Как удается справляться с таким объемом пациентов? Ну мы стараемся, у нас хорошие штаты врачей, у нас в штате есть гастроэнтеролог, есть нефролог, педиатры все владеют достаточно большой базой знаний и навыков. Если говорить о том, что поступил вызов на телефон номер 112, скорая помощь привезла к вам маленького пациента, как дальше осуществляется прием этого ребенка? Насколько быстро, какие им клининговые и скрининговые анализы назначаются? Вот как дальше происходит вся процедура? Прием осуществляется сразу же. Ребенок переступает порог приемного отделения, в это же время вызывается врач в приемное отделение. Никаких ожиданий нет. Осуществляется сразу же прием, берем общий анализ крови, общий анализ мочи, если нужно, мы можем взять экстренную биохимию крови, если говорить о маленьких детях, например, с желтухой, УЗИ. Все это делается у нас здесь на базе. Специалисты к нам приходят. То есть в принципе, когда уже скоро везет пациента, вы уже в курсе, какой специалист необходим, и он также вызывается? В принципе, не имеет значения, в какое время привезли этого ребенка. Единственный нюанс, в ночное время и в выходные дни диагностический минимум осуществляется в приемном отделении нашей же больницы, ЦРБ. То есть мы на машине, не пешком, везем ребенка туда, там делаем кровь, мочу, рентген, УЗИ, все, что необходимо. Если нужно, какие-то специалисты еще приезжают, смотрят, и потом уже возвращаемся сюда лечим. Это в ночное время, в выходные дни. Если говорить на количество, какой рассчитан стационар? Если здесь дневной стационар, как проходит лечение уже непосредственно здесь, в этих стенах? Круглосуточный стационар у нас рассчитан на 60 коек круглосуточного пребывания, и дневной стационар на 15 коек. Если говорить об оборудовании, появилось ли после ремонта, ну помимо МРТ, что-то новое, чем вы гордитесь, и что может быть буквально в ближайшее время появится? В ближайшее время у нас мы планируем открыть КДЦ, где будем делать гастроскопию деткам любого возраста. Мы сейчас делаем гастроскопию, но опять же делаем на базе ЦРБ. Будем делать здесь у нас. Специалист будет детский эндоскопист. МРТ мы уже делаем. Делаем РЭК, это реоэнцефалограмма. ЭГЭ. Ну УЗИ, наверное. УЗИ, ЭХКГ, суточное мониторирование давления, холтер. Все делаем здесь, на базе нашего отделения. Конечно, когда дети находятся на лечении в педиатрическом отделении, в условиях стационара, ну как-то, наверное, хочется их порадовать, да, организовать им и досуг, и создать какие-то условия. Работает ли ваша игровая комната, и как вы стараетесь все-таки малышам помогать, ну справляться с такой изолированностью от всего мира? Конечно, у нас есть игровая комната, она полностью оснащена по всем правилам техники безопасности и новейшим технологиям, игрушками. Работает телевизор, где круглосуточно можно смотреть мультики. Также у нас телевизор есть в приемном отделении. Детки здесь не скучают. У нас отделение соматическое, у нас дети могут общаться друг с другом, никакой инфекционной патологии у нас нет. Поэтому дети спокойно ходят и по коридорам, и в игровой все вместе, и играют. В общем, стараетесь делать так, чтобы они не чувствовали себя в отрыве от других детей. Если говорить о совсем маленьких детках, могут ли они в условиях вашего отделения находиться вместе с родителями? Потому что вы уже сказали, что, в принципе, от рождения до 18 лет вы готовы принять каждого ребенка. Да, конечно. До 5 лет дети находятся с мамой. После 5 лет, ну, к каждому случаю, скажем так, мы подходим индивидуально. Если есть показания, то, конечно, мама остается. Если показаний нет, мама считает, что ребенок может оставаться один. Да, ребенок остается один. У нас есть няни, которые за ними присматривают, которые, если можно, выходят гулять с ними на улицу. Дети без присмотра не остаются, даже в отсутствии мамы. Ну, то есть некоторые даже гуляют? Гуляют. Если заболевание позволяет, то няня собирает детей группами и, да, с разрешения доктора лечащего гуляют. Анастасия Юрьевна, вы уже сказали, что есть няни. А какие еще сотрудники, помимо врачей, младшего медицинского персонала, еще помогают вам заниматься детьми? Может быть, есть учителя, может быть, есть те, кто сопровождает во время учебного года тех деток, которые долго находятся? Или такой практики пока нет? Пока такой практики у нас нет, ну, неделю, две максимумы из учебного процесса пропустить можно. Ну, также дети могут болеть и амбулаторно, правильно? Но у нас поощряется и приносят учебники, книги, читаем, и няни уроки проверяют. Ну, насколько все няни у нас с педагогическим образованием. Поэтому они могут помочь в учебном процессе. Чтобы ребенок не отстал за эту неделю, две, которые он находится в условиях стационара. После ремонта насколько улучшились условия именно пребывания? Ну, у нас появилось две палаты повышенной комфортности. То есть, по желанию мамы, она может пребывать в палате повышенной комфортности. То есть, обычные палаты стали абсолютно необычными. Это покрашенные новые стены, все санузлы новые, санузлы на каждом этаже с душевой кабиной. Пока что не в каждой, но мы стараемся, чтобы был в каждой. Кондиционер и холодильник. Чайники, не разрешая в палате, они у нас индивидуально есть в столовой. То есть, кипяток всегда в доступе. Поэтому мамам и детям пребывать здесь, конечно, комфортно. Анастасия Юрьевна, поговорили уже об условиях пребывания, о лечении. Но еще один немаловажный фактор – это питание. Как оно осуществляется в условиях вашего отделения? У нас в ЦРБ нет столовой. Питание осуществляем путем аутсорсинга. Нам привозит фирма, проверенная, одобренная Минздравом. В меню есть диеты обычные, есть щадящие, есть гипоаллергенные диеты. Есть диеты по гастроэнтерологическим заболеваниям. Назначает доктор-гастроэнтеролог, и такие диеты нам приносят. Любую, какую мы захотим, какая необходима ребенку в данном случае, диета будет. Мамы на общем столе. То есть, питание подстраивается индивидуально под каждого пациента? Да. Какой перечень документов необходим при оформлении в ваш стационар? Медицинский полис ребенка, свидетельство о рождении ребенка до 14 лет, после 14 паспорт. И если ребенок с мамой, то паспорт мамы и медицинский полис. Всегда встает сложный вопрос перед родителями. Мало того, что ребенок заболел экстренно и вызвана скорая помощь, и приезжает фельдшер и говорит о том, что вас нужно срочно госпитализировать. Вот что бы вы порекомендовали, необходимо, помимо основных документов, сразу взять с собой? Сразу с собой нужно взять все выписки, которые были до этого. Если где-то ребенок лежал, если есть какие-то хронические заболевания. То есть, у мамы это должно быть всегда на готове. Если доктор спросит, чтобы показать. Ну, какое-то минимальное количество вещей с собой переобуться, переодеться, книжку почитать. Не планшет, а книжку. Если говорить о планшетах и телефонах, есть ли запрет на их использование в педиатрическом отделении? Ну, мы же выживаем в современном мире. Ну, как мы можем запретить планшеты и телефоны? Мы запретим детям, они есть у матерей. Нет, запретов нет и не может быть. Рекомендации есть, да. Мы рекомендуем поменьше. Ну, все-таки педиатрическое отделение – это режимный объект. Конечно. И здесь есть режим. Конечно. Какой он у вас? В какое время дети спят, встают, просыпаются, процедуры? Подъем в 8, потом завтрак, потом осмотр врача. Осмотр врача может быть несколько раз в день, поэтому здесь, ну, как правило, стараемся утром. Все процедуры в утреннее время делается. Обед и потом тихий час. В тихий час нет посещений, нет никаких общений, нет никаких игровых комнат. В тихий час каждый в своей палате спит в постели, и мама тоже. Потом вечерние процедуры, прогулки, ужин, и уже готовятся ко сну, играют и спать. Ну, конечно, все близкие, все родственники хотят поддержать того малыша, который находится у вас, прийти, как-то порадовать его. В какое время это можно сделать? С 4 заканчивается тихий час, и с 4 до 8 вечера можно приходить, общаться. В холле у нас есть банкетки, они сидят там, общаются, узнают, как здоровье, сведения лечащие доктора дают родителям. Выходные дни с 11 утра. Что бы вы пожелали Анастасии Юрьевны всем деткам, всем родителям, которые смотрят нашу программу? Я пожелала бы им, чтобы они все были здоровы. А если вдруг случается какая-то неприятность, не ждать, не сидеть дома, а обращаться, вовремя поможем, избежим хронических заболеваний. Спасибо огромное за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»